Уважаемые коллеги, давайте немножко познакомимся с вами. Вы в чат можете написать, с какой категорией детей вы работаете, ну, как вас зовут, город и с какой категорией детей вы работаете. Возможно, возраст или нозология, если у вас детки с инвалидностью. Но сегодняшняя наша тема нашего вебинара – это организация инклюзивного образования детей с УВЗ в образовательных учреждениях в условиях реализации в ГОС. О чем же мы сегодня с вами поговорим? Мы поговорим с вами сегодня, что же такое инклюзия, принципы обучения и воспитания в инклюзивной образовательной среде. Мы поговорим об особенностях каждой нозологии детей, на что нам необходимо обратить внимание, и как заболевание влияет на мышление, память, внимание, восприятие детей. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы, когда мы с вами адаптируем, когда мы с вами формируем нашу программу, программу обучения детей, на что необходимо обратить внимание. Чтобы нам не казалось, что это, допустим, там баловство, да, ребенка, а это его особенность, чтобы мы не пытались переделать его, а чтобы мы пытались разработать программу так, чтобы было комфортно всем и ребенку, и детям, которые находятся с ним в классе, и нам как педагогу, потому что комфорт и удобство подачи информации, оно стоит на одном из первых мест для того, чтобы ребенок хорошо воспринял и принял ту информацию, которую мы хотим ему передать. Ну и последнее, это будет особенности инклюзивного образования в различных странах. Ну, мы как бы такой сделаем небольшой мини-обзор по тому, как инклюзия включается и включалась в других странах, то есть немножечко опыта других стран. Ну, вот краем глаза я вижу, что у нас прям от детского сада до студентов колледжа. Но, в принципе, сильно не будет у нас отличаться подача информации, да, просто хотелось узнать, кто же у нас сегодня из слушателей. Что касаемо инклюзии. Инклюзивное образование, оно начинает уже входить, как бы, в норму в нашей стране, что очень радует. И современная система образования полноценно принимает себя только тех, кто отвечает ее определенным требованиям. А чаще всего, ну, это дети со стандартными возможностями, которые могут обучаться по общей программе. Но сейчас мы с вами понимаем, что дети с ОВЗ, они включаются в общеобразовательные классы, в общеобразовательные группы. И существует стандарт, что на 12 детей с нормотипичным развитием может быть один ребенок с ОВЗ. А если мы с вами посчитаем, да, то, допустим, средний класс, ну, в нашем городе, допустим, это 30 детей. То есть у педагога на 30 детей в среднем может быть 2 ребенка с ОВЗ. При этом такой момент, что нозология может быть разной. То есть ребенок может быть и с нарушением слуха, и с нарушением зрения попасть в один класс. А не регламентируется, какие дети с ОВЗ будут попадать в тот или иной класс. Вот это, ну, как бы такой небольшой минус. Это, конечно, все на усмотрение администрации. Если администрация вполне нормальная, то они, естественно, будут постараться нозологией детей совместить, да, дети с нарушением зрения в один класс, дети с нарушением слухом в другой класс. Но бывают и такие моменты, исходя из собственного опыта, это когда пытается администрация объединить в один класс, в одну группу дети с нарушением слуха и дети с нарушением зрения. Тогда, естественно, не совсем комфортно педагогу подбирать тот или иной материал. А, как я уже сказала, да, что сейчас дети со стандартными возможностями, это, ну, основная масса, да, школьных учеников. Но есть и проблемы, да, которые призвано наше инклюзивное образование решить. Принято различать следующие ключевые понятия, да, дефект или нарушение. Это то, что у нас имеет ребенок с ОВЗ. Это любая утрата психической, физиологической или анастомической структуры или пункции, или отклонение от нее. А следующий момент – это инвалидность, ограниченность конкретного индивидуума, вытекающая из дефекта или инвалидности, которая препятствует или лишает его возможности выполнять роль, считающийся для этого индивидуума нормальной в зависимости от возрастных, половых, социальных и культурных факторов. А смотрите еще какой момент. У нас ребенок инвалид. Он может быть ребенком с ограниченными возможностями здоровья, а может и не быть. Он может иметь инвалидность, но при этом ему не нужны особые условия. И бывают дети, которые не инвалиды, но при этом у них ограниченные возможности здоровья. Смотрите, здесь тоже может быть инвалидность с ОВЗ, может быть просто инвалидность, может быть отдельно ОВЗ. То есть у нас как бы несколько категорий детей. Мы сегодня с вами будем говорить о том, о тех детях, которым нужны специальные условия. Еще раз повторюсь, не обязательно ребенок с инвалидностью является ребенком с ограниченными возможностями здоровья. Следующий момент, следующее понятие – это нетрудоспособность, это ограниченность конкретного индивидуума, которое вызвано дефектом или инвалидностью. Если мы с вами говорим об инклюзивном образовании, инклюзивное образование – это процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в том числе для детей с особыми потребностями. Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает допуск образования для детей с особыми потребностями. То есть инклюзия у нас подразумевает те условия, создание тех условий, которые будут давать возможность всем детям, детям с нормотипичным развитием и с заболеваниями получать образование на одном и том же уровне. То есть всем вместе. Если мы с вами говорим об инклюзивных школах, сейчас все школы обязаны принимать детей с особыми образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья. Обучение в инклюзивных школах позволяет детям приобрести знания о правах человека, а это ведет к уменьшению дискриминации. Так как дети учатся общаться друг с другом, учатся распознавать и принимать какие-то особенности своего одноклассника, учатся распознавать и принимать различия. То есть дети, начиная еще с детского сада, так как инклюзивное образование у нас с первой ступени нашего образования, дошкольного образования, оно уже должно быть инклюзивным. Как я уже сказала, что все учреждения сейчас на данный момент обязаны реализовывать инклюзивное образование. И когда ребенок, начиная с первой ступени образования, то есть детского сада, понимает, что есть детки с особыми образовательными потребностями, то дискриминации каких-то моментов у нас в нашем обществе становится намного меньше. Принцип инклюзивного обучения состоит в том, что педагоги и администрация обычных школ принимают детей вне зависимости от их интеллектуального, эмоционального, физического развития, также социального положения, и при этом они создают условия на основе педагогических и психологических приемов, которые ориентированы на потребности детей. А для детей с ограниченными возможностями здоровья принцип инклюзивного образования означает, что разнообразию потребностей таких учащихся должна соответствовать образовательная среда. А что мы здесь делаем? Если мы адаптируем не только внешнюю образовательную среду, мы не только делаем пандусы, мы не только делаем поручни, мы не только делаем таблички со шрифтом Брайля, при этом мы не только делаем окружающую среду, не только мы ее модифицируем, при этом мы и адаптируем еще образовательные программы. То есть мы с вами должны адаптировать еще и сами знания, еще и подачу материала. Мы с вами понимаем, что если у ребенка нарушение зрения, то визуально мы ему не подаем материал. Ну, смотря какое есть нарушение зрения. Мы компенсируем подачу материала, там, допустим, в тактильном формате, либо в слуховом формате и так далее. И, как я уже сказала, да, что образовательная среда, она должна быть разнообразной и являться для них наименее ограничивающей и наиболее включающей. Реализация этого принципа означает, что все дети должны быть включены в образовательную и социальную жизнь школы по месту жительства. Но здесь, смотрите, не обязательно по месту жительства, да, мы с вами знаем, что если есть свободные места в школе, то родитель вправе выбрать не только по прописке, да, себе, своему ребенку место в образовательном учреждении, но если есть свободное место, то на основании, как бы сказать, такой очереди он может выбрать себе место и в другом образовательном учреждении. Задача инклюзивной школы построить систему, удовлетворяющую потребности каждого. Опять же, такой момент, что мы создаем условия не только для детей с ограниченными возможностями здоровья, мы создаем условия такие, чтобы комфортно было всем. То есть мы не делаем упор, мы не делаем, как бы, крен, да, на то, что у нас ребенок ОВЗ в классе. Мы создаем условия для всех. Когда мы с вами включаем ребенка с ограниченными возможностями здоровья в класс, от этого не должны страдать его одноклассники. Когда мы там включаем класс, группу, да, мы делаем комфортно обучение, комфортным для всех детей. В инклюзивных школах все дети, а не только дети с инвалидностью, должны обеспечиваться поддержкой, которая позволяет им быть успешны, ощущать безопасность и уместность. Это то, о чем я говорила, да, то, что у нас все дети должны получать комфортное образование. Принципы инклюзивного образования. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. Это то, что мы смотрим на ребенка нормотипичного развивающегося и на ребенка с особыми образовательными потребностями одинаково и ценен для нас каждый ребенок. Каждый человек способен чувствовать и думать. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. То есть мы не задвигаем, да, детей с особыми образовательными потребностями или детей с нормотипичным развитием куда-то там. Мы слышим и мы уделяем внимание каждому из детей. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений. То есть, как я уже говорила, что мы включаем детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательные классы, да. И когда... Прошу прощения. И когда у нас идет взаимодействие в классе, тогда, как я уже сказала, да, наверное, наше общество будет толерантнее, наше общество будет добрее к детям с особыми образовательными потребностями. И чем раньше мы включаем этих детей в общество, тем проще им будет социализироваться, тем проще им будет адаптироваться в нашем обществе. Следующий момент – это то, что все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. Это говорит о том, что наше инклюзивное образование, включение ребенка с особыми образовательными потребностями, мы делаем упор на компенсаторные функции нашего организма. То, что, как я уже говорила, мы подаем информацию, допустим, ребенок глухой или слабослышащий. То есть, естественно, большую часть информации мы должны ему дать в визуальном оформлении и в тактильном оформлении. То есть в слуховом формате, в аудиоформате мы даем информацию немножечко, ну, даже не немножечко, а минимум. То есть основную информацию он у нас будет воспринимать тактильно или визуально. Следующий принцип – это что все люди нуждаются друг в друге. Это про наше взаимодействие. Следующий момент – это инклюзия в образовании, что же она делает и что же она включает в себя. Признание равной ценности для общества всех учеников и педагогов, повышение степени участия учеников в культурной жизни местных школ и одновременное уменьшение уровня изолированности чаще учащихся от общешкольной жизни. Смотрите, какой момент. Есть дети, у которых довольно-таки сильное нарушение, и родители, и педагоги, они понимают, что, включив их в общеобразовательный класс, это будет негативно сказываться, во-первых, на самом ребенке, которого мы включаем в общеобразовательный класс, потом на учащихся, которые находятся в этом общеобразовательном классе, и на педагоге. А как же мы тогда, каким образом мы тогда этого ребенка можем включить в жизнь школы? У нас есть культурная жизнь школы, да, у нас есть внеучебные мероприятия, внеклассные мероприятия. То есть ребенка с особыми образовательными потребностями мы можем начать включать именно в эти мероприятия, то есть не в обычные уроки. Реструктурирование методики работы в школе таким образом, чтобы она могла полностью отвечать разнообразным потребностям всех учеников, проживающих рядом со школой. Это создание нескольких структур, да, и так, чтобы, опять же, комфортно было работать всем. Избавление от барьеров на пути получения знаний и полноценного участия в школьной жизни для всех учеников, а не только для тех, кто имеет инвалидность или относится к тем, у кого есть особые образовательные потребности. А здесь о том, что мы, создавая условия для детей с ОВЗ, да, мы не убираем, да, на задний план детей с нормотипичным развитием. То есть мы не делаем идолов из детей с особыми образовательными потребностями. Анализ и изучение попыток преодоления барьеров и улучшения доступности школ для отдельных учеников. Это если у нас имеются определенные ограничения, да, которые мы с вами должны решить. Различия между учениками – это ресурсы, способствующие педагогическому процессу, а не препятствия, которые необходимо преодолевать. А здесь опять же ведем уклон на ресурсы. Признание права учеников на получение образования в школах, расположенных по месту жительства. Улучшение ситуации в школах в целом, как для учеников, так и для педагогов. И признание роли школ не только в повышении академических показателей учащихся, но и в развитии общественных ценностей местных сообществ. Развитие отношений и поддержки сотрудничества между школами и местными сообществами. И признание того, что инклюзия в образовании – это один из аспектов инклюзии в обществе. Смотрите, какой момент. Образовательные учреждения – это у нас тот класс, тот класс социальной жизни, да, где ребенок проводит большую часть своего времени. Сначала это образовательные учреждения дошкольного, типа, да, потом школьного и так далее. Здесь мы должны сделать так, чтобы ему было комфортно находиться в этих условиях, и мы также можем подключить к этому определенные местные сообщества, определенные местные общественные организации, и это тоже будет большим плюсом включение ребенка именно в социум, в общество. Методические основы – организация инклюзивного образования детей. Что же у нас здесь должно быть? Показаниями для инклюзивного обучения детей с ОВЗ является возможность и ограничение ребенка. На что же мы смотрим с вами, когда включаем ребенка в инклюзивное образование? Степень выраженности дефекта, индивидуальные, интеллектуальные и эмоциональные личностные особенности. На это на все мы с вами обращаем внимание. Инклюзия с полной степенью включенности в образовательный процесс рекомендуется при очной форме обучения. Каким же детям мы с вами рекомендуем инклюзию? Детям с соматическими заболеваниями, если уровень психофизического и речевого развития соответствует возрастной норме и позволяет обучаться совместно со здоровыми сверстниками по общеобразовательной программе. Обучающиеся по адаптированным образовательным программам, мы знаем, что у нас есть 4 вида адаптированных образовательных программ, и здесь тоже мы на это обращаем внимание. Имеющие снижение слуха в речевой области до 60 дБ без сопутствующих отклонений в развитии. То есть и имеющим дети остроту зрения не ниже 0,1 без сопутствующих отклонений в развитии. Это те дети, которым рекомендовано. Также имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата и потенциально сохраненные возможности интеллектуального развития. Имеющие задержку психического развития и потенциально сохраненные возможности интеллектуального развития. Обучающиеся с незначительной интеллектуальной недостаточностью в степени легкой умственной остатки без сопутствующих отклонений. Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи. Это ОНР-щики наши, дежурция, ринололия, моторная аллолия и фазия. Инклюзия статистичная – это дети, которые у нас могут полностью, сейчас перечисляю категории детей, которые у нас имеют возможность полностью ходить и полностью включаться в общеобразовательное пространство. Инклюзия статистичной или эпизодической степени включенности рекомендуется при очно-заочной форме обучения. То есть ребенок у нас находится не 100% своего времени в общеобразовательных учреждениях. В этих случаях осуществляется индивидуальное обучение на дому. При частичной включенности в рекомендациях необходимо отразить степень включенности ребенка в СОВЗ в классноурочную, внеурочную и внеурочную деятельность. Режим занятий, консультации, коррекционные мероприятия мы также включаем. Дополнительное специальное оборудование, если оно необходимо. Потребность сопровождения, если ребенку необходим тюдер, срок повторного обращения со специалистом ПМПК, когда необходимо пройти второй раз ПМПК. И дополнительная помощь специалистов вне образовательной организации, если такие требуются. Если мы с вами говорим об эпизодической включенности, то она рекомендуется детям с выраженными нарушениями поведения и показаниями для индивидуального обучения на дому. С интеллектуальной недостаточностью и поведенческими нарушениями, проходящим реабилитацию в учреждениях системы социального обслуживания населения. То есть, когда у нас дети находятся на реабилитации или когда у нас дети находятся на лечении. Плюсы инклюзивного образования. Создание в общеобразовательном учреждении специальных условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Создание гибкой адаптивной образовательной среды, которая может соответствовать образовательным потребностям всех детей учащихся данного образовательного учреждения. Обучение в условиях общих классов массовой школы с предоставлением ученику необходимой психолого-педагогической поддержки профильными специалистами. а также подготовка ученического и педагогического коллектива к принятию детей ОВЗ и созданию таких условий обучения, которые являлись бы комфортными для всех детей, и детей в частности, и способствовали бы достижению максимального уровня развития, так и социальной реабилитации ребенка и его интеграции в обществе. Я недаром сказала, что подготовки родителей, причем подготовки родителей не только ребенка с ОВЗ, но и подготовки родителей с нормотипичным развитием детей, их тоже необходимо готовить, так как не все родители сейчас, к сожалению, готовы принять тот момент, что их ребенком в одном классе будет учиться ребенок с особыми образовательными потребностями, ребенок с инвалидностью и так далее. Также формирование в сообществе – это класс, группа, школа, навыков толерантности, то есть терпимость, миросердие и взаимоуважение. Какие же существуют подходы к образованию детей с коронечными возможностями здоровья? Это дифференцированное образование, оно организуется для обучения и воспитания детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития в отдельных образовательных организациях для обучения детей с ОВЗ. Интегрированное образование представляет собой организацию обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах или же группах общеобразовательных организаций. Это когда у нас на базе школы создается класс или группа для детей с определенной нозологией, для детей с определенным заболеванием, и они учатся. Это вот группа. Таким образом мы интегрированно включаем детей в общеобразовательные учреждения. И следующий подход – это инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Оно осуществляется в классе или группе общеобразовательной организации совместно с детьми, не имеющими нарушений в развитии. Это то, о чем мы сегодня говорим с вами. Третья группа. Цель инклюзивного образования – это дать всем детям возможность наиболее полноценной социальной жизни, активного участия в коллективе, в местном сообществе, тем самым обеспечить наиболее полное взаимодействие и заботу друг о друге, как о членах сообщества. Общие принципы и закономерности. Принцип соблюдения интересов ребенка определяет позицию специалиста, который признан решать проблему ребенка с максимальной пользой и в его интересах. Также внедрение принципа непрерывности гарантирует ребенку и его родителям или же законным представителям непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. Смотрите, здесь, как я уже говорила, должна быть непрерывность. Мы должны вести ребенка с особыми образовательными потребностями, начиная с первой ступени образования, то есть дошкольной, и до того момента, пока он будет учиться, до конечной. Не так, что мы оказали помощь на одной из ступеней образования, а потом решили, что нам это не надо и оставили эту деятельность. Следующее – это принцип соблюдения системности, обеспечивающий единство диагностики, коррекции и развития. То есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЖ, а также всесторонний многоуровний подход специалистов различного профиля. Взаимодействие, согласованность и действие в решении проблемы ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. Когда у нас ребенок имеет определенный индивидуальный образовательный маршрут, либо адаптированную образовательную программу, здесь мы должны к реализации всего этого подключать всех специалистов. То есть у нас не один в поле воин, что он один, например, педагог, один классный руководитель тянет все это. Здесь мы должны подключать и других специалистов. Следующее – это соблюдение принципа гуманизации, что означает признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. Здесь опять же тот момент, что мы включаем ребенка для того, чтобы он успешно социализировался и адаптировался. Следующий принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей детей с ОВЗ, выбирая форму получения детьми образования. То есть мы понимаем, что заставить родителя отдать ребенку в то или иное образовательное учреждение, в то или иное образовательную группу заставить мы не можем. Мы не можем даже заставить родителя показать заключение ПМПК, да, и рекомендации ПМПК, пока он не захочет этого сам. Вот он захотел принести ПМПК, показать вам и сказать, что вот рекомендации, которые нам требуются. Тогда да, мы берем его. А так, даже если мы знаем, что у нас есть заключение ПМПК у этого ребенка, но родитель нам его не показывает, и мы не можем никак получить это ПМПК, и мы его не можем начать реализовывать с того момента, пока у нас родитель не даст на это согласие. Родитель дает согласие, родители показывают нам ПМПК, тогда, соответственно, мы с вами можем реализовывать рекомендации ПМПК. Пока согласия родителей не будет, пока родитель не выберет форму получения ребенком образования, делать ничего другого, как обучать его по общей... обучать его по общей программе мы не можем. Следующее – это принцип вариативности, который предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющие различные недостатки в физическом и или психическом развитии. Как я уже говорила, мы должны с вами дать возможность адаптировать программу таким образом, чтобы ребенок мог у нас получать образование, получать знания в различном формате. То есть мы должны предоставить ему различные варианты получения образования. Структура образовательной среды как пространство социализации детей с различными возможностями и особенностями. А пространственно-предметный компонент – это что же мы должны сделать. Материальные возможности обучения. Доступная и безбарьерная среда. Наверное, у многих из вас в городах проходила реализация проекта «Доступная среда», когда образовательные учреждения, учреждения культуры, учреждения социального формата, они проходили, так сказать, реорганизацию, пополнение материальных возможностей так, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья имели полный доступ в эти учреждения. Также обеспечены современными средствами и системами, соответствующими образовательным потребностям детей. Это наша, опять же, материальная техническая база, которой должно быть обеспечено образовательное учреждение. Следующее – это содержательно-методический компонент. Он адаптирован индивидуально, адаптированный индивидуальный маршрут развития ребенка. Здесь вариативность и гибкость образовательных воспитательных методик, форм и средств. А что у нас происходит здесь? Здесь мы с вами, при необходимости, опять же, если это необходимо ребенку, мы адаптируем общую развивающую, общую обучающую программу, да, общую программу под ребенка, да, под, создаем ему, так сказать, адаптированную образовательную программу, и, если необходимо, индивидуальный образовательный маршрут. Но при этом мы маршрут создаем, естественно, на год, но при этом у нас есть такие точки, которые мы диагностируем ребенка и смотрим, необходима ли корректировка этой программы. Или же мы оставляем ее как есть, да, как мы ее написали, или же мы должны ее где-то откорректировать, где-то ее сделать гибкой. На это мы тоже с вами обращаем внимание. Следующий коммуникативно-организационный компонент – это личностная и профессиональная готовность педагогов к работе в смешанной интегрированной группе, благоприятный психологический климат в коллективе, управление командной деятельностью специалиста. Здесь, опять же, не все педагоги, хотя у нас инклюзивное образование, оно начинает внедряться, да, очень долгое время уже, но при этом у нас не все педагоги готовы принимать детей с особыми образовательными потребностями в свои классы. Они не готовы не то, что передавать свои знания, они не готовы морально. Поэтому эта подготовка тоже, и эту подготовку тоже необходимо вести. К одному из условий организации инклюзивной образовательной среды можно отнести комплексное и многоуровневое сопровождение участников образовательного процесса. То есть это педагог, научный руководитель, администрация, также обучение детей. Сюда мы подключаем других помогающих специалистов, да, дефектологов, психологов, родителей и так далее. И социализация детей. Кого мы сюда здесь подключаем? Мы подключаем психологов, родителей и волонтеров. Какие же у нас виды направления комплексного содержания? Первое – это профилактика, да, то есть мы включаем профилактические меры до того, как мы включаем ребенка с особыми образовательными потребностями в его общеразвивающую среду. Следующая – диагностика. Она может быть индивидуальной или групповой. Также консультирование. Консультирование тоже может быть индивидуальным или групповым. Развивающая работа, коррекционная работа и психологическое просвещение и образование. То есть здесь мы должны повышать психолого-педагогическую компетенцию администрации, педагогов, родителей и всех помогающих специалистов, да, специалистов в сфере образования. В основе поддержки лежит метод комплексного сопровождения, который реализует четыре функции. Это диагностика возникающих у ребенка проблем, поиск информации о сути проблемы и способов ее решения, консультация на этапе принятия решения, выработка плана проблемы, да, то, как мы будем с вами решать тот или иной запрос, ту или иную проблему. И помощь на этапе реализации. А если мы с вами говорим о психолого-педагогическом сопровождении, да, что же оно у нас решает? Это осуществление мониторинга развития индивидуальной личностных характеристик ребенка, помощь, содействие ребенку в решении актуальных задач, развитие обучения и социализации, учебные трудности, проблемы с выбором образовательного или же профессионального маршрута, нарушение эмоционально-волевой сферы, проблемы в взаимоотношении со свершенниками, учителями и родителями. Следующий момент – это создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении. А формирование у обучающихся, прошу прощения, способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению, развитии психолого-педагогической компетентности или психологической культуры у учащихся родителей и педагогов. То есть здесь мы подключаем психолого-педагогическое сопровождение, подключаем нашу же, опять же, профилактику к тому, чтобы учащиеся родители и педагоги были готовы к включению ребенка с особыми образовательными потребностями, они знали, что это имеет место быть. А также создание условий для получения социально-психологической помощи, выходящей за рамки функциональных обязанностей и профессиональной компетентности специалистов. То есть социально-психологическая служба. Какие же уровни психолого-педагогического сопровождения? Это может быть уровень класса или группы, да, или это может быть у нас уровень самого образовательного учреждения. Какие же у нас есть категории детей, да, какие у нас основные мероприятия для того, чтобы у нас с вами реализовалось удачно психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями. Здесь первый момент – это сопровождение на этапе приема детей в школу. То есть мы, когда у нас ребенок поступает в школу, мы начинаем его адаптацию, да. Сопровождение учащихся в начальной школе, сопровождение учащихся в основной школе, учащихся в 10-11 классах. А следующий момент – это профилактика безнадзорности и правонарушений, сохранение и укрепление психологического здоровья и формирование ценности и здоровья безопасного образа жизни и друзей, детей. А следующее – это что же, какие требования, да, так сказать, ну, требования в кавычках, да, мы выдвигаем для учителя, который будет преподавать в инклюзивном классе, да, что же мы с вами, на что мы с вами должны обратить внимание. Учитель инклюзивной школы должен обладать высокими показателями профессиональной социальной адаптированности, то есть он должен быть с таким гибкими, гибкими возможностями, да, лоббильности, эмпатийности, рефлексивности, а также выраженными перцептивными, коммуникативными и организаторскими способностями. Он может быть успешным при следующих базовых личностных характеристиках, да. Смотрите, я не говорю о том, что если учитель не будет обладать этими характеристиками, да, то его попусту не возьмут, да, на работу. Нет, но если учитель будет у нас обладать этими характеристиками, то ему будет наиболее проще вести свою педагогическую деятельность. Какие же это характеристики? Если учитель достаточно гибок и толерантен, если уважает индивидуальное различие, если умеет слушать и применять рекомендации членов коллектива, согласен работать в одной команде с другими учителями. Почему это немаловажно, командная работа, да, как я уже сказала, что здесь мы подключаем и учителей других классов и других специалистов. Ему интересны трудности, и он готов проработать разные подходы. А, ну, сейчас на экране вы видите категории детей с ограниченными возможностями здоровья, да, у нас их 8 категорий, а прям конкретно сейчас мы разбирать их не будем, они есть у вас в презентации, вы можете ее скачать, да, так как тема у нас инклюзивное образование, а не особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. Я их добавила в презентацию, вы можете их почитать. Ну, и давайте сейчас мы с вами перейдем к опыту других стран, да, к тому, как же инклюзивное образование у нас случалось в других странах. А если мы с вами говорим о системе образования, допустим, в Великобритании, то она базируется на четких идеологических принципах. Главным принципом инклюзивного образования является предоставление всем учащимся, полноценного уровня знаний, создание условий для получения образования всеми учащимися вне зависимости от нозологии, то есть они принимают детей уже довольно-таки давно, да, с различной нозологией. Высокий спрос на такого рода образование, оно стимулирует педагогов и психологов на разработку новых модулей, новых программ, да, и видов обучения таких детей. То есть они стимулируют их к тому, чтобы обычные программы адаптировались и применялись для обучения и образования детей с разными нозологиями. А также основной целью инклюзивного образования является создание специальной, толерантной среды, которая затрагивала бы всех участников образования, образовательного процесса. Такой подход подчеркивает, что все учащиеся есть индивидуумы со различными нюансами и все учащиеся требуют внимания. Если говорить о тех детях, да, которые имеют право на инклюзивное образование, это дети инвалиды, дети с аутизмом, дети мигрантов и дети с речевыми расстройствами. Обучение осуществляется на бюджетной и на коммерческой основе в частных школах, возможно, наличие отдельно оборудованных кабинетов. А также инклюзивное обучение можно получить и бесплатно в ВОЗ-школах. В общеобразовательной школе детям могут предоставить тьютера, да, который помогает в общении с учителем и детьми. Возможно, пересмотр образовательных программ, да, это то, о чем я говорила, адаптация программ. И, возможно, индивидуальное обучение. Общеобразовательные школы, как правило, бесплатные, но представляют только базовые программы обучения. По желанию можно дополнить образование ребенка курсами, да, но это уже, как бы, платная история, и это уже не бюджетные средства. Существуют школы с ресурсным обеспечением, когда в обычной школе создаются условия, при которых дети с тяжелыми нозологиями могут обучаться вместе с нормотипично развивающимися детьми. В таких школах есть необходимое оборудование не только в классах, но и в местах общего пользования. В такой школе работает дополнительно штат специалистов, туда подключаются психологи, логопеды, студопереводчики. И на обучение в эти школы принимаются дети от 5 до 16 лет. А если мы с вами говорим о системе инклюзивного образования, допустим, в Испании, да, в отличие от Англии, в Испании дети-инвалиды, они всегда обучались в общеобразовательных школах, а любая школа в Испании, она обеспечена, если не всем необходимым, то хотя бы частично необходимым оборудованием в классах. Традиционно в Испании считалось, что совместное обучение является более эффективным. И уже даже на законодательном уровне у них утверждены акты и положения, которые рекламентируют права и обязанности всех участников образовательного процесса. Школы имеют среди учеников детей с ОВЗ. Эти школы, у которых есть дети с ОВЗ, они обязаны предоставить архитектурно доступную среду. И здесь также они должны адаптировать общеобразовательные программы. Таким же образом это происходит не только в школах, но и в колледжах Норвегии. Следующий – это система инклюзивного образования в Китае. Идея инклюзивного образования в Китае, она пришла с Запада. На данный момент успешно она адаптирована только для глухих детей. На базе начальной и средней школы. Этим занимаются министерства и на начальном и среднем уровне. А также детей начинают интегрировать в общество с 5 лет. В случае, когда учеников возраст еще маленький, нарушение слуха достаточно слабое. Здесь детей включают в обычные классы, в общеразвивающие классы. Стоит отметить, что несмотря на неразвитую систему инклюзивного образования в Китае, Министерство образования делает все, чтобы дети получали полноценное образование. Это то, что касается образования детей с особыми образовательными потребностями в других странах. Как я уже сказала, именно сами нозологии и их особенности я оставлю вам в презентации. По инклюзивному образованию, надеюсь, я дала хотя бы основу, основную информацию. Сейчас я буду завершать вебинар. Если есть какие-то вопросы непосредственно ко мне, как к ведущему по информации, а не по технической стороне, а по информации, я готова на них ответить. Вы можете их задать, буквально полминуточки я жду и буду завершать вебинар. Вам тогда придет опыта вебинар. Но, насколько я вижу, вопросов у нас нет. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, информация была интересной и полезной. На сегодня у меня все. Всего доброго. До свидания. До свидания.